Сегодня в эфире. Как пишет газета, «Известие» предполагается, что представители специальных ведомств будут отсматривать медицинские карты людей, которые являются переносчиками опасных заболеваний и отправлять их сдавать отпечатки пальцев. По словам Худякова, документ уже получил положительные отзывы от МЧС, МВД, Генпрокуратуры и Миграционной службы. Сколько человек в час заражаются ВИЧ, узнаете здесь, как объяснил депутат, его предложения обусловлены несовершенной системой учета пациентов, страдающих опасными заболеваниями. По его словам, ВИЧ-инфицированные могут менять фамилию, или только несколько букв фамилии, и «выпадать» из базы данных, где они стоят на учете. При этом, по его мнению, такие болезни должны фиксироваться, отшлеживаться, чтобы инфицированные не могли заражать других. Также законопроект поддержали в правительстве, однако уточнили, что вводить эти меры требуется постепенно. Можно ли заразиться ВИЧ в петербургских больницах? Узнайте здесь. Реализация данного предложения позволит повысить эффективность применения дактилоскопических учетов в деятельности по профилактике, раскрытию и расследованию преступлений, существенно снизить уровень бурократических барьеров, решить множество вопросов в социальной сфере в случаях, когда требуется однозначная идентификация личности, говорится в тексте письма. Однако глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Калашников считает, что введение таких мер может вступить в противоречие с международными нормами по защите прав пациентов, так как человек получает клеймо на всю жизнь. К тому же, по его мнению, затраты на проведение поголовной дактилоскопической регистрации несоизмеримы с возможными преимуществами такого учета. Сколько геев в Петербурге заражены ВИЧ? Читайте здесь. Справка. Сейчас в Петербурге зарегистрированы более 50 тысяч ВИЧ-инфицированных, причем, как отмечают врачи, половой путь передачи инфекции становится почти таким же распространенным, как и инъекционный, через иглу. По данным городского центра СПИДа, в год в Петербурге выявляется около 4 тысяч ВИЧ-положительных, по этому показателю наш город уже традиционно становится одним из «лидеров» среди других регионов России. Сколько нужно денег на лечение ВИЧ-инфицированных в Петербурге, читайте здесь. Здоровья вам! Ставьте лайк и подписывайтесь!